Сыночка, аккуратно, носик заденешь ручкой, зайка-кровка пойдет. Артему противопоказано слишком много двигаться и даже веселиться. Все то, что привык делать обычный ребенок, рассказывает Ирина, в случае с ее единственным сыном ведет к ЧП. Из носа начинает течь кровь, а иногда она бьет фонтаном. От этого малыш уже не раз падал в обморок. Артем родился с красным пятном на лице, врачи уверяли, через полгода оно пройдет. Но косметически, как тогда оказалось, дефект перерос в опухоль, которая стала болеть. Ирина с горечью рассказывает, чем оборачивается чуть ли не каждый выход с сыном на улицу. Есть такие мамочки, которые с ребенком стоят и начинают тыкать пальцем. Он, сотри, сотри, там не будешь слушаться, будешь такой же. Крохе поставили диагноз, с которым вынужден бороться каждый десятитысячный человек. Мальформация, то есть аномальное образование кровеносных сосудов. Операции, которые провели в Российской детской клинической больнице и научно-клиническом центре имени Димы Рогачева, оказались безуспешными. Шанс на спасение подарил НИИ челюстно-лицевой хирургии при Минздраве страны. На консилиуме приняли решение применить лазерную терапию. И первый сеанс принес долгожданное облегчение. Пятно посветлело, опухоль уменьшилась. Операцию сделали по квоте, но на продолжение курса нужны деньги. Нам операцию надо делать раз в три месяца, а у нас уже пятый месяц пошел, как мы просрочили операцию. И может из-за этого у нас кровотечение так часто у нас, эту неделю, вообще, ту неделю, каждый день. Она не идет, кровка, он, допустим, сидит, играет, она у него, оп, выскользнула кровка, вытекла, нету. Мы как-то быстренько обработали. Но сейчас у нас такого нету, что мы еле останавливаем кровку. У меня пеленка, я могла ее вот так вот выжимать от кровки. Чтобы выздороветь полностью, говорят врачи, нужно выстоять еще 3-4 процедуры, когда опухоль плавится под воздействием излучения. Специалисты не и тревожатся, тянуть дальше нельзя. Если не помочь Артему прямо сейчас, потом станет слишком поздно. У него все время кровотечение возникает и изъязвление из этой опухоли. То есть ему жизнь некомфортна и опасна. А это будет все усугубляться. В принципе, он даже может погибнуть от кровотечения большого. У него очень большая эта опухоль была. Стоимость хирургических процедур почти 450 тысяч рублей. В семье, где работает только папа и на которой висит кредит за безуспешные курсы лечения в других клиниках, таких денег нет. За сбор средств взялся Русфонд. Для спасения жизни маленького Артема зрители ГТРК Амур просят перечислить всего 45 тысяч рублей. Остальную сумму ждут от других благотворителей. А пока нужно отправить на короткий номер 5542 смс со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами. Все они расписаны на сайте Русфонда. После завершения лечения Артем наконец сможет жить так же, как и его сверстники. Кокленок, когда в садик пойдем? В садик. Когда пойдем? Когда носик вылечим с губкой? Да. Какой у тебя губка будет с носиком? Ты хочешь, чтобы была? Белой. Анна Басенко, Павел Падалко. Вести. Благовещенск.